Ух ты! Классная заставка! Holiday Inn! Добро пожаловать! Вот и добрались до нашего отеля. Жить будем здесь. Так прикольно, что отель находится в каком-то закрытом городке, что ли. Поехали через шлагбаум, все дела. Такие вот здесь дома помпезные. Аскарик там ходит, изучает территорию. Вот тут у нас находится на первом этаже ресепшн. Ждем пока наш номер будет готов. Сказали минут 10. Заселяют только с двух часов. Мы тут приехали на час раньше. Так что пока что сделаю экскурсию. Такой прикольный интерьер внутри. С этой стороны, как будто это детская комната. Такой вот вид открывается. С первого этажа. Вот там бассейн, аквапарк. Здесь оказывается территория конференц-залов. Три конференц-зала нашел. Кендерле, Тамшале и Божжера. Такие вот здесь зоны отдыха. Тут прям что-то холодно конкретно. Аскар, ты куда ушел? Сына! Он убегает мелкий. Детали, друзья, детали. И тут внутри ключи. Отельные ключи. Тарифы и цены отеля. Здесь на проживание. Так выглядит. А вот и наш номер. Ух, только с обеда пришли, как говорится. Типа welcome фрукты. И Аскар не надо там трогать. Даже Аскарику отдельно кровать поставили. Но он отдельно обычно не спит. Что там с видом, сейчас посмотрим. Где-где. Ух ты, нормально так. Слушайте, на бассейн вид. На Каспий вид. Вон там слева набережная. У нас сейчас конкретно рум-тур проходит. Короче, душ. А где унитаз? А, вот унитаз и касс. Я подумал, может быть отдельная комната будет. Вот такие вот мы, не загорелые. Или с алматинским загаром, так сказать. Приехали поправить свой загар. Ничего себе там набора, слушай. Куча всего. Я с собой объясню. А ведь приятно звучит, да? Пока были на утренней прогулке, нам тут почистили номер. Поставили еще воды. Что мне очень нравится, что здесь ставят не 0,5, а литрушки на каждого. Это вообще огонь. Вот так же поменяли полотенца и заправили постель. Короче, чистота. Айнура заполнила все шкафы и одежды и вот так вот, так сказать, обустроила ванную комнату. Так что она, короче, тут планирует остаться жить. В шкафу нашел вот такой вот, ну для прачечной. Цены здесь вот такие вот расценки. Вот такая вот брошюрочка, ну не брошюрочка, в плане квитанции на заполнение. Не сразу заметил, но у нас получается в номере 7 стандартных, ну вот таких зарядок получается, да? И вот таких почти сколько? Так, 7, кажется 6 или 8 штук получается. Очень круто, очень удобно. И везде можно поставить, зарядить ноутбук, там телефон, камеру и так далее. Также у нас есть свой чайник, там вот выбор чаев, кофе, стаканы. Вот такой вот небольшой холодильник. Это я валяюсь на кроватке, ну для котлет, которую точнее для Аскара поставили. Кстати говоря, я ошибся, розеток у нас аж 10 штук. Представляете, вообще, короче, это очень круто, обычно бывает реально с ним проблема. Знаете, там на номер делают, типа, одну или две розетки и все на этом. Вот, также дают халаты. Халаты, кстати, короче, такие толстые и довольно-таки теплые. Вот, и еще есть сейф, небольшой сейф есть. Пока тут полностью исследовал номер, наткнулся вот на такое меню. Вот можно в номер заказать или покушать в ресторане. Вот тут стояки есть, от 3800. Вот такие вот два. Так выглядит меню в номерах. Чтобы еще добавить, также тут есть спутниковое телевидение, кстати говоря. Куча каналов. Вот сейчас сидим, смотрим кино. Кстати говоря, супруга говорит, что на балконе не хватает, ну точнее, было бы неплохо поставить сушилку для вещей. Вот, ее, кстати говоря, реально не хватает. И на балконе также было бы неплохо поставить пару стульев и, типа, маленький столик. Вот. Ну, типа, посидеть там, еще чай попить. Такие вот пожелания отелю. А вдруг они посмотрят это видео, было бы здорово. Это вот вид из нашего номера, точнее, из нашего балкончика. Солнышко вышло, начинает печь Патефанку. Вот бассейн, большой такой довольно-таки. А там вот какой-то аквапарк. Вроде говорят, что тоже к отелю относятся, но это мы позже узнаем. Время обеда. Нормальный обед, приятного аппетита мне. Спустились на пляж, который находится под отелем. Собственного пляжа, я так понял, нету. Это тоже общественная территория. В плане, он не закрывается ничем. Можно проходить и так далее. Называется, пришли вечером купаться. Скажу честно, вода сегодня ледяная. Если вдруг смотрели последние выпуски с поездок по Алматинской области, то мы ездили на многие речки, на водопады и так далее. Скажу так, в Каспии холоднее. Намного. Вот так выглядит берег. И вон там находится отель. Слева находится аквапарк. Сказали, что мы можем завтра туда пойти с утра. Так что обязательно пойдем посмотрим. Каса аквапарк называется Лагуна. Когда проходили мимо, чуть даже не заметили. Видно отель со стороны бассейна. Вот сюда мы завтра как раз придем покупаться. Что там же? Вечер в Ахтау и вон там на набережке очень много людей. Видно закат с отеля. Красота, да? Ужин был вообще просто отличный. Сейчас теперь думаем пойти покупаться в бассейн. Оказывается, здесь еще помимо бассейна еще и тренажерка есть. Такая небольшая. Вон, а бассейн вон там вот. О, написано с 3 до 11. Вот такой вот бассейн. Ух ты, круто. Друзья, на сегодня все. Ладимся спать. Всем спокойной ночи. И продолжение следует завтра. Посмотрим, что еще есть в отеле. Доброе утро. Сейчас 7.30 утра. Мы находимся в Ахтау. Вот. На удивление, набережная такая же полная, как и по вечерам. Слушаем, там все гуляют, бегают, катаются. Короче, занимаются. Молодцы вообще. Завтрак. Ничего такого нету. И тут еще, да? Сейчас пойдем купаться. Такая вот территория аквапарка. А дальше вон там море. Только вышли с завтрака. Завтраки тут очень плотные. Очень много еды. Так как очень много семей с детьми. Заметил, кстати говоря, многие прям вот, ну семьи здесь. Прям пять детей там. Четыре минимума ребенка в семье. Вообще, короче. Ну круто. Вот. И многие мамы прям набирают с собой еды. Ну потому что шведкис тоже. Ясно, что дети проголодаются. Тем более, если здесь еще и аквапарк есть. Их можно понять, вот. Так что никто не стесняется. Еду набирают от души. И мы тоже там немножко еды взяли. Потому что понимаем, что сейчас здесь пойдем в бассейн. По-любому проголодаемся. Лифты есть везде. Как можно и подняться в номер, и спуститься в ресторан. Так что проблем с колясками у нас не возникает. Вышли погулять. И, походу, вчера не обратил внимания. Но вот на главном входе, то есть, нету пандуса для подъема с колясками. То есть, заметил. Ну не знаю, наверное, в будущем сделают. А то, ну, так сказать, есть свои неудобства. Вот. И также из минусов, наверное, подмечу. Даже не знаю, может это минус, может и нет. Как бы, газон здесь искусственный. Вот здесь, на главном входе, в целом, и с левой стороны. Исправа. Ну, это как бы можно понять. Потому что, наверное, в целом, здесь сложно ухаживать за газоном. Вот. Ну, как бы, классно, что хотя бы искусственный. Смотрится очень так прикольно. Классненько так. Так. Если говорить про местный автопарк. Ну, гости, так скажем, отеля. Большинство из них номера отраусские. Хе-хе-хе. Вот. Потом ахтаусских много также, местных. Пару номеров видел из Астаны. И Алматы. И западные. И западные. Ну, точнее, из Уральска. Оказывается, не только перед отелем искусственный газон. Здесь в целом, в самом вот этом коттеджном городке тоже. Смотрю, везде лежит искусственный газон. Ну, смотрится, конечно, классно. Вот. Ну, как бы, ну, может быть, для кого-то там покажется, типа, что это искусственный. И, типа, фигня. Хе-хе-хе. А так классно смотрится. То, что, ну, как бы, все зеленое выглядит. Вот так выглядит здание сбоку. Это, видать, в будущем большая парковка будет. Ну, я же говорю, здесь еще не закончили, видать, какие-то работы. Вижу очень много там искусственного газона лежит. Плитки. То есть благоустройство территории продолжается. Если бы не искусственный газон, то все выглядело бы, наверное, примерно вот так. Вот. Ну, я думаю, просто потребуется время и много воды, чтобы все это привести в порядок. И чтобы все здесь было в зелени. Если верить карте благоустройства, то вот это именно данное место, пляж напротив нашей гостиницы, оно станет, так скажем, ну, гостиничным пляжем. То есть, я так думаю. Пока что здесь особо ничего нету. В плане шезлонги, ничего такого. Сейчас собираемся идти покупаться в аквапарке. И как нам сообщили, оказывается, пока что можно там находиться только гостям отеля. Я хотел спросить, а нужно ли в аквапарк брать с собой полотенце? А, там дают полотенце, да? Ой, отлично. Все хорошо. Спасибо большое. Пристань. Когда тут никого нет и никто не кушает. Также можно еду взять и выйти вот сюда на террасу покушать. Весь отель идет купаться. Аквапарк Лагуна. Так выглядит мужская раздевалка. Прям все такое новенькое, свеженькое. Прям пахнет новизной. Ну, как все положено, короче говоря. Я тут снимаю, пока никого нету. Все на улице. Здесь душевые. Все, заходим. Вот так выглядит аквапарк. Блин, классно. Вот эту часть мы не видели. Это чисто для детей. Сказали, в бассейне вода с подогревом. В одном из бассейнов вода морская. Вот. Там вот бассейн есть с волнами даже. Сейчас, короче, все, пойдем посмотрим. Одна из раздевалок. Вот. И вот такой вот спуск. Удобно сразу без лестниц. Детип Беж집ной участок. И 두번е. tonight. И вот так вот. Ухарoper Лạo. Вот тоже очень интересно. Ухарпис��-омалки. Ухаро. Давайте посмотрим! Здесь еще есть вот такая вот игровая площадка для детей Можно подстреляться водой Это то, что вы видели в начале Вот эта пиратская бухта, горки там для детей, все дела Красную горку обещали включить после обеда Интересно попробовать Ну а вот эти горки, синяя, желтая и синяя, ой, зеленая Получается самая быстрая, короче, это оказалось, желтая Самая такая прикольная, короче, это зеленая А синяя, оранжевая, она такая, короче, ты там в большинстве степень находишься в темноте Ну такая прикольная тоже по-своему Отсюда открывается, видно, отель, вот так Вот горки Сказали, справа горка, там красная, она откроется после обеда Вот такая вот труба, сделал такие замечания, такие Вот такая вот труба нормальная, мощная Вылетаем, вылетаем Вот это тема вообще Вот это было круто Во, ну под конец уже все А нет, слушайте, там оказывается еще продолжение будет Жем, жем, жем Я тут уже катаюсь, катаюсь Главное, чтобы не спиной уйти, если честно Эй, что там? Так, застрял Моя аэродинамика не позволяет сразу зайти в трубу Давай, давай, давай Вот это я понимаю Вот это тема вообще Ещё! 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 Ха! Отазово дело вливает. Я начинаю! Вдвоем быстрее все таки будет! На одной не так весело! Как четко я вошел! Есть вот такой вот арт Разрисованные стены Красиво выглядит Как-то прям дополняет аквапарк Такой вот аквапарк небольшой Но классный, кайфовый Вот поднялся на второй этаж Здесь уже вид открывается На большой бассейн На сам отель И вот такая вот территория По шатрам Там еще бар, но барную зону Видно еще не запустили Это вот правила аквапарка Тут еще вот такая вот синяя есть Тоже прикольная Это мы сейчас на обеде Сегодня у нас тут картошечка Мясо по-татарски сказали Как это еще выглядит? Вот так Гречка И Курица Здесь у нас на яйце с картошкой Вчера еще были классные Особенно с сырным соусом Ну все, всем приятного аппетита Мы сейчас не знаем После обеда может пойдем поспим Потом может опять в аквапарк Вот И еще хотим сегодня на лошадях покататься Вот тут такие вот конные прогулки есть еще У отеля своя конюшня Вот Взяли лошадочку Аскар первый раз на лошади катается Че, Аскарь, как тебе? Спокойно с нами Да и лошадь такая спокойная Вот, кстати говоря, лошадочка Знакомьтесь А как, кстати, его имя не сказали нам что-то Теперь я сам Хе-хе-хе-хе Катаюсь тут Вот так со стороны выглядит наш отель А вон там, видите, аквапарк Сам отель на фоне вот этих вот домов Неужели сегодня вот на улице жара И вода намного теплее Чем в первый день Прямо напротив отеля есть вот такой вот Природный, типа, бассейн Нормально, так холодно Включили вытяжку Это значит, что уже повара работают над ужином Вот такие вот здесь окна, короче Можно будет со стороны посмотреть, как готовят и так далее Полностью вся кухня прозрачная Так выглядит Open Kitchen Видите, все видно Ну, сейчас уже никто не готовит Потому что уже ужин приготовлен Все ужинают Вот, сейчас у нас вот вечер Так сказать, вечереет Момент солнца мы, как всегда Не то, чтобы пропустили А просто не сняли, так скажем Вот Кстати говоря, друзья По поводу пандуса с главного хода Ну, то есть на центральном ходе Почему его нету Оказывается, вот на втором входе Который находится позади центрального хода Есть, ну, то есть Нормальный заезд для всех То с колясками там С детьми и так далее То есть можно вот отсюда подъехать Без проблем И отсюда зайти И там уже есть лифт, как бы Куда угодно Дальше уже можно передвигать по отелю Оказывается, здесь есть такой рабочий компьютер И принтер Если кому вдруг надо Кстати говоря, нельзя не подметить То, что по всему отелю висят, работают Смотрите, кого? Валерий Аяпов Такие дела Такой вид открывается вот с третьего этажа На другую сторону Не на море Вы не поверите Короче, по чистой случайности Получилось познакомиться с директором отеля Ну, вот, Holiday Inn Он, оказывается, сам лично Выходит к гостям То есть, да Как бы Среди гостей сам выходит Проверяет сервис И в то же время То есть спрашивает гостей Как отдыхается Все ли хорошо И так далее Вот, и вчера разговаривали с ним По поводу Пандуса Который спереди, получается Он сказал то, что Там пока что не планируется делать пандус Так как есть Второй вход И там есть все условия для тех, кто с колясками Такие вот дела Короче, если вдруг будете Сразу обращайтесь в ресепшн И они вас, короче, подвезут куда надо Вот, по поводу Моих предложений Я ему сразу предложил То, что на балконе не хватает, к примеру, сушилки Вот, он сказал то, что Они уже это Как прорабатывают И хотят закупить сушилки Для всех балконов То есть, да Для всех номеров Чтобы люди не сушили свои вещи На самих балконах Вот, также По поводу предложения Айнуры То, что, как бы Вот здесь на балконе Как бы, да, вот Они пустые И здесь нету ни кресла Не столько ничего То есть, здесь и с видом посидеть, да Например, чайку попить И так далее Вот, он сказал Это тоже у них уже Оказывается В разработке Они уже закупили стулья, короче И, короче Со временем все это будет И вообще, он сказал то, что Отель открыт с 2019 года С декабря Ну, то есть, совсем недавно Он работает Чуть больше Сколько? Девяти месяцев Вот, короче Они по чхонгу Все приводят в порядок И так далее Так же у них Поинтересовался по поводу Газона Который Ну, как бы Искусственный же, да Он сказал то, что Здесь очень сложно Выращивать, говорит И все, что Не выращивается, говорит Типа, если оно Плохо держится В почве То его Вымывают дождями Вот такие вот дела Он говорит, типа Ну, может быть В будущем, говорит А так они пока что Как бы, чтобы Земля голая Не смотрелась Они положили Искусственный газон Такие вот дела И еще один момент Друзья Вот по поводу этого пляжа Где мы купались Вот этот вот Отрезок пляжа Он как бы Не принадлежит Вроде как Отелю Как я понял Ну, со слов директора Он сказал то, что Это принадлежит Ну, общественный Принадлежит городу Но Но Они хотят Арендовать Ну, или взять Как-то, не знаю Под аренду Или взять Ответственность За этот Участок пляжа Получается И его То есть Облагородить Ну, то есть Почистить Положить новый песок Убрать полностью Мусор Почистить дно Там, чтобы можно было Нормально купаться И так далее И то есть Он также будет доступен Для всех Может быть Его сделают платным Ну, чтобы следить за чистотой И так далее Сказали, ну, пока Ну, это все В разработке у них Короче Так что, надеюсь У них все получится Потому что, реально За этим пляжем Нужен уход Потому что, люди Ну, не особо За собой что-либо Вообще убирают Друзья, всем спасибо За просмотр этого видео Надеюсь, вам обзор Понравился Этого отеля Будем частенько Снимать такие обзоры На отели Где будем отдыхать Все, всем спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь И всем Пока-пока И до скорых встреч